Сейчас очень много есть путей, которые нам показывают, что это определенный путь, он самый лучший, самый-самый лучший. Если ты возьмешь другой путь, ты просто заблудишься. Нам очень много сейчас предоставляется пути воспитания. И все кажется, и все претендуют, что у них самый лучший путь. Вот какие есть пути воспитания как раз. Именно воспитание заучения Курана. Да, именно воспитание с Кураном. Нету сомнений, Шаха Абдулла, самое первое, что какую причину мы должны для этого брать. Первое, что дуа львали дейн. Самое главное, самое первое, это дуа родителей. Когда мы встаем с вами на тахаджуд, когда мы с вами мечтаем витр, просить Аллаху, чтобы Аллаху сделал из наших детей потомство зурьята салиха. Именно то потомство, которое будет праведное потомство. То есть то потомство, которое будет распространять ислам. То потомство, которое будет изучать Куран, аль-хамдуллах. Поэтому даже посмотрите, сунны пророка Мухаммада саллаху алейху ассалям. Пророк саллаху алейху ассалям сделал дуа за Ибн Амми, Ибн Аббас. Абдуллах ибн Аббас, когда он был маленьким, он сделал дуа. То есть сколько было лет Абдуллах ибн Аббасу. Ибн Аббас родился за три года до хиджр. Пророка Мухаммада саллаху ассалям умер. То есть когда посланник Аллаху ассалям умер, ему было 14 лет. И вот пророк саллаху алейху ассалям за него делал дуа. Аллаху муфақыху фиддин, ваалимху атауэль. Дуа за него делал. За своего племянника, за своего брата двоюродного. О, Аллах субхану атааалим. Фақыху фиддин, дай ему понимание в религии. Ваалимху атауэль, и обучи его тафсир. Также пророк Мухаммада саллаху алейху 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 алейх часто говорят вот родители то есть почему мы например для чего нужно обучать детстве скажем насладиться своим действием играет и так далее вот в этом момент у нас должно быть муазана муазана некий такой баланс это обязательно нужно щеха абдулла то есть не должно быть мудали какой-то поэтому если он много-много постоянно будет играть то кем он вырастет даже потом даже не только вопросах религии вопросах дуне каким-то будет серьезным его жизнь такая вся будет играючей так далее поэтому в тот же момент если мы его только будем заставлять учить там ребенку по 7 8 9 лет не даем возможности там поиграть там с другими ребятками там то есть не даем ему возможность отдохнуть как-то то в этот момент это будет способно того что он нахну любит виду фи фи амми шара то есть в этот момент то есть он будет не любить шарияские знания тоже будет не любить а опять куран я бы хотел то есть некон именно вот должно быть на дэна таргиби а таргиби то есть где-то мы должны где-то его например наградить если он хамдулла выучил суру наградить скажем пойдем там мы сейчас тобой поиграем там какую-то ему игрушку купить и так далее за то что он хамдулла что-то выучил суру выучил алфавит там какое-то мука своему должно быть какое-то и так поддержать его до поддержать его в этом и так же если он например отдаляется от этого не берет на дороге он не выучил например в этот то что должен был выучить из курана там провел время в играх и так далее других своих дел а то в этот момент мы должны его как-то наказать наказать как-то отобрать у него что-то и так далее чтобы он понимал какой-то вот этот баланс баланса он обязательно должен быть также все это очень важно должно быть мы должны рассказывать какие вообще ученые ислама какие они великие люди какая у них положение переселившим аллахом субханалла тааля какое положение перед обществом чтобы этот ребенок полюбил вот такого ученого и хотел стать поможем на него сегодня здесь на на вас дети хотят быть похожим там на какого-то футболиста на какого-то на спортсмена да и на какого-то певца или или на какого-то актера вот этого не должно быть чтобы наши дети хотели быть похожи на вислам а то есть тем тем самым рассказывать им, рассказывать им, какие были ученые. Например, например, Сулейман ибн Абдул-Малик ибн Маруан, который был халифатам мусульмин, был во время Амиятского правления, Сулейман ибн Маруан, он поехал на паломничество в Мекку из Ирака, и когда приехал в Мекку, там был ученый из Таби'инов, Атта, Атта ибн Абдул-Рабах. И когда он пришел, хотел спросить, задать вопрос, то есть он поехал в Мекку, взял своих двух сыновей и хотел задать вопрос этому ученому Атта ибн Абдул-Рабах, вопросы касательно хаджа. И когда он зашел к нему, увидел, что Атта читал намаз. Он сзади сел и ждал, пока он закончит молиться. То есть представщик Абдул-Рабах, халифатам мусульмин, правитель всех мусульман, приходит в Мекку и ждет, пока этот ученый читает намаз со своими сыновьями. Он ждет его. Потом уже, когда он дал салям, то есть, чтобы мы понимали, какой он великий ученый был Атта, ибн Абдул-Рабах, когда приезжал из Медины в Мекку, люди вокруг него собирали, чтобы задать ему вопросы. И тогда ибн Абдул-Рабах говорил, вы спрашиваете у меня, зачем у меня спрашивают? У вас есть Атта, великий ученый. Чтобы мы понимали, как он выглядел, он был темнокожен, то есть не был светлым, был хромым. Я думаю, Машлюль, одна рука у него была парализована. Это описание Атта, да? Это описание Атта. Одна рука у него была парализована. То есть, темнокожий, то есть не был светлокожим, белокожим, хромым. Одна рука парализована, потом эту руку ему отрубили, когда был Каталь Милинзубель, рахаму Аллаху Та'ала. И когда он закончил намаз, он не поворачивался к нему, сидел в Мустакбиле, в Кибле. Сидел, повернулся к нему, хотел, что даже не повернулся к нему, чтобы, как бы, задайте мне вопрос, потом я заново встану и буду заново читать следующие два раката своих. И в этот момент он спрашивает такой вопрос, он ему отвечает, такой вопрос ему отвечает. Потом, когда ему закончил он своими вопросами, он встал и начал заново читать намаз, следующий намаз. То есть в этот момент Абдул-Малик взял своих двух сыновей и пошел, выходит из межлиса Атабин Абр-Рабаха и говорит своим сыновьям, О, мои сыновья, не пренебрегайте в требованиях знаний. То есть, какого накануя, тем самым он что сделал? Тем самым он обучил своих детей своим словом и своим действием. Какое положение ученых к словам, своим поведением показал. Также мы должны рассказывать своим детям, аль-хамдалля, про таких ученых, чтобы они хотели, желали быть похожим на них. Также из вася, или также, так скажем, причин, которые можно взять, то есть рассказы про ученых, как они требовали знаний, когда были детьми. То есть, как имам Бухари, имам Шафи, имама Мухани, то есть, не когда они уже были великими учеными, когда они уже взрослые, а когда достигли вот такого уровня, когда они были детьми, как они требовали знаний. Нужно рассказывать это, потому что есть фарх-кабир, большая разница между тем, когда человек требует знаний, когда он взрослый, и когда он требует знаний, когда он молодой. Например, возьмем Каса Суфьян, ибн Уяйна, когда он сидел на своем уроке, и заходит один из детей, один ребенок заходит в его мажлив, хотел у него брать уроки-хадисы, у Суфьян и уяйна. И в этот момент, люди, которые пришли к нему на урок, пренебрежительно отнеслись к этому ребенку, как ребенку, то есть, это Балакир, ребенок зашел там, что тут делает, ну, отнеслись к ребенку. В этот момент, великий Александр Суфьян ибн Уяйна, в этот момент показал свое недовольство, и на его этом мажливе, на его уроке был другой ученый, Наср-Иль-Хилали, чех Наср-Иль-Хилали, имам Наср-Иль-Хилали, великого человека. И в этот момент, то есть, когда Суфьян ибн Уяйна увидел, как люди отнеслись к этому ребенку, то есть, с пренебрежением, то, что он ребенок, он обращается к своему ученику Насру и говорит, я Наср, лау раайтани, и баана ибну Ашири Синин, говорит, о Наср, если бы ты меня видел, меня в 10-летнем возрасте, то есть, сейчас я такой великий ученый, вы пришли ко мне на уроке, требуете от меня знания хадиса, а если бы вы меня вспомнили, рассказать ли вам, какой я был в 10-летнем возрасте, и это очень, он тем самым, что хочешь сказать, Чех Абдулла, как часто на сегодняшний день тоже бывает, вот, например, ребенок приходит, кто-то отец с сыном приходит в мечеть, дети, они же все разные, может быть, где-то во время намаза чуть скрикнул, или где-то заплакал, потом имам поворачивается, люди, что ты сюда привозишь своих детей, пускай они дома сидят, он потом уж в следующий раз его не приведет, может быть, вообще больше в мечеть он не придет. Поэтому, как же его сахабы, как же пророк Мухаммад, как же такие великие, к детям относились, и эти были с таких же ситуаций в их время, и он хотел преподнести им урок, Суфиямин Айинин говорит, «Лов раэйтан, я Наср, лов раэйтан, и я ибну 10 сеней». Говорит, «Наср, когда мне было 10 лет, како я был? Иси-бят, исовет». Здесь некин, межас, говорит, «Толи 5 ажбар, вوجхи кал-динар, в ана ксу-ع-динар, в ягий си-гар, в акам-ми ксар, на алья ку-у-зин-фа-кар, ахталифу, или ал-ам-сар, ас-мя-у-мин-аз-жухри, в ам-ри-бди-нар, аж-ж-жу-ки-л-маджар, и кал-ми-смар». Он говорит, «Субханаллах, о, Наср, если ты меня, говорит, увидел бы 10-летний в возрасте, мой рост был всего лишь вот этот вот шибр, это 5, да? 5, такие 5. То есть маленький, себя описывал, я маленький, то есть он небольшого ростом. Ростом даже. Ростом небольшой был. Вожжхи кал-динар, мое лицо было как один динар, то есть маленькое лицо, малайдер. У ана кащу или динар, сам я подобно маленькому пламя огня. Я не шигар, моя одежда маленькая, а к нам и кисар, мои рукава были короткие. На алейе, мои тапочки были как ушки у мышки. То есть такие маленькие тапочки я носил. Но несмотря на это, я ходил на уроки, ходил к Зухру, имам Зухру, и Амр, и приходил на их уроки, адж-ли-с пильмажар, кал-ми-смар, сидел на их уроках подобно забитому гвоздю. То есть сидел и слушал о них. И как ко мне обращались, когда я был ребенком, когда я заходил к ним на уроки, среди нас были взрослые, я заходил на урок к этим ученым, они нам говорили, ау-си-у-ли-с-шейх из-сагир, дайте дорогу, мать-с-шейх. И в этот момент Наср посмеялся. И к чему это говоришь, ахмдуллах? Часто можно увидеть, когда наши дети чадутся, например, на джума намазы, или там на джума намазы, или еще что-то. Некоторые там взрослые люди к ним как-то относят, пренебрегают им. То есть что ты сюда своих детей привел, пускай они дома сидят, там сам, может быть, у своих детей не водят. Его сын, может быть, там даже не знает дорогу и мечеть, но когда он видит, не знает, то ли это зависть, то ли еще что-то, какой-то должна быть субординация, то взрослые, то есть не должны быть дети. Нет, наоборот. Мечет пророка, сал-лаху алейхи-васалям, посланник Аллаху азиа проводил хутбу и видел, как проходила Хасин Хусейн. Взял их во время хутбы и сказал, субханаллаху азиа проводил хутбу. То есть вот так вот, сал-лаху алейхи-васалям, относился к детям, сал-лаху алейхи-васалям. И посмотрите, сейчас субханаллаху азиа, какой великий ученый, говорит, вот вы от меня берете знания, но я как бы был, как я достиг этого? Я был еще ребенком, описал себя, каким он был маленьким, и вот таким образом, альхамдуллах, Я достиг того, что сейчас вы видите. Ну, Машалла, брат, джезакаллахайра. Вот это как раз вот такие вот истории, они должны сподвигать нас, родителей, пап, мам, на то, чтобы мы видели в своих детях какую-то личность уже, потому что в дальнейшем они кем-то станут обязательно. Может быть, они будут такими великими людьми, Сабханала, которые мы даже не представляем. Поэтому, Машалла, брат, джезакаллахайра. Когда Аллах, Сабханала, повелел ему привезти в жертву, Исмаил, примерно 8-9 лет, он как задал, то есть он общается с своим ребенком, он, сыночек, Аллах приказал мне всех принести в жертву. Ты как на это смотришь? Хотя Аллах, Сабханала, приказал ему уже. Он его не взял там за шкирку, не начал его что-то... Мне твое мнение, без разницы, я как сказал, так и буду. Нет, с ребенком нужно общаться, задать вопрос, слышать ответ. Поэтому ученые говорят, то есть очень важно именно их тоже мнение слышать, уметь слышать мнение наших детей. Субтитры создавал DimaTorzok